Объединение граждан «Стабильность» действует на основании устава общественной организации, который создан на базе федерального закона об общественных объединениях. И существует протокол общего собрания участников объединения граждан, где мне лично делегированы полномочия представлять их интересы. Объединение занимается защитой прав и законных интересов граждан РФ в социальной сфере, в сфере ЖКХ, ТЭК, бюджетного и налогового законодательства. Нами было направлено официальное обращение на имя Генерального прокурора России с просьбой отстранить от занимаемой должности прокурора Саратовской области господина Филипенко на наш взгляд за грубейшее нарушение положения присяги прокурора, что четко прописано статьей 40 Федерального закона о прокуратуре РФ. Кроме всего прочего, мы просим в случае подтверждения тех фактов, которые я ниже изложу, возбудить уголовное дело в отношении прокурора областного по ст. 293 УК РФ «Халатность». Кроме всего этого, мы просим срочным порядком направить комиссию из числа сотрудников Центрального аппарата Генеральной прокуратуры с просьбой провести комплексную проверку деятельности областного надзорного ведомства в связи с грубейшими, на наш взгляд, нарушениями прав и законных интересов жителей Саратовской области. Итак, почему и что нас побудило написать такое обращение? Мы анализируем очень многие процессы, которые происходят в различных регионах России, в том числе в Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Самарской области. И в Саратовской области мы выделили один очень серьезный момент. За последние два с небольшим года резко возросло количество оправдательных судебных решений по уголовным делам, в том числе очень громким уголовным делам. Почему такое стало возможным? На наш взгляд, это является следствием резкого падения профессионализма сотрудников надзорного ведомства Саратовской области. Это одна из причин, которые мы предполагаем. Вторая причина, на наш взгляд, кроется в том, что возможен некий сговор в отношении некоторых лиц по уголовным делам со стороны сотрудников Следственного комитета и областного надзорного ведомства. А также это возможно возбуждение особенно уголовных дел, связанных с коррупционными составляющими. Я думаю, что здесь даже есть элементы мести какой-то. Конечно, мы не можем стопроцентно об этом утверждать, мы можем предполагать, потому что мы свечку не держали во время принятия таких решений. Итак, что происходит? В результате происходит следующая вещь в Саратовской области. В 2019 году по итогам года было 28 оправдательных решений, в 2020 году 36, и в этом году тенденция уже продолжается. Представляете, 60 практически сломанных судеб. Это о чем говорит? Это говорит о том, что надзорное ведомство принимало решение, опираясь непонятно на что. Ведь присяги прокурора черным по белому написано. Я даже зачитаю положение присяги прокурора. Там написано, что прокурор обязан защищать интересы личности, общества, государства, строго соблюдать объективность и справедливость при решении судеб людей, а также добиваться высокой эффективности прокурорского надзора. К сожалению, мы этого не видим, иначе почему резко растет количество оправдательных судебных решений. И мы выделили еще один аспект в этих громких уголовных делах. Получилось так, что уголовные дела возбуждались на основании только одного заявления, заявителя, фактически доноса. Об этом говорят оправдательные решения по уголовным делам в отношениях представителей комитета по управлению имущественной Салеевой, известного нашего общественно-политического института Саратовской области, Ландо, Краснова. А также вот сейчас небольшое, ну раскручивается, наверное, рассматривается уголовное дело бывшего прокурора Кировского района Пригарова. Понимаете, все эти дела развалились в суде, почему? Потому что не было объективного рассмотрения дел, не было доказательной базы. Было одно лишь заявление в виде доноса. И вот на основании доноса это было возбуждено уголовное дело. Таким образом, что мы говорим? Мы говорим о следующем. Значит, что сейчас вот на территории Саратовской области появилась тенденция, когда можно возбуждать уголовные дела на основании одного только заявления, без проведения достаточного количества оперативно-розыскных мероприятий, без полного рассмотрения доказательной базы. Так, например, я уже сказал, что в отношении этих лиц было оправдательное решение, но меня интересует еще другая сфера деятельности надзорного ведомства. Вот у меня на руках постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя прокурора Ленинского района, ныне сотрудника областной прокуратуры, господина Василия Адиса. Здесь суть этого дела я вкратце скажу, что некая госпожа Чернова в здании прокуратуры Ленинского района, в кабинете господина Василия Адиса, дает взятку в количестве 500 тысяч рублей для решения проблемы, а именно невозбуждение административного дела в отношении ГРАД-С юридической компании. Господин следователь по фамилии Родионов проводит эти комплексные мероприятия и не находит достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. То есть практически мы видим избирательность принятия решений, обвинительных решений в отношении тех или иных лиц. В отношении одних можно возбудить уголовное дело на основании одного заявления, а в отношении других не возбуждают. Но мне как историку очень интересна стала эта процедура. Почему? Потому что эти все действия мне напомнили самый печальный период истории прошлого века, 30-х годов, когда знаменитые тройки НКВД, без достаточного количества доказательной базы, основываясь на каких-то показаниях людей, просто-напросто возбуждали дела и отправляли в лагеря, и даже приговаривали к смертной казни. Поэтому, чтобы дальнейшие процессы возбуждения уголовных дел приостановить, мы и обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой направить сюда комиссию, которая рассмотрит по каким причинам, почему 60 практически уголовных дел были вынесены на оправдательные решения. Пусть разберутся, потому что мы считаем, что это грубое нарушение прав и законных интересов жителей Саратовской области. Ведь теперь никто гарантию не даст, что любой человек практически по этой схеме может быть подвержен уголовному преследованию. Не понравился человек, кто-то написал заявление, возбудили дело, человеку сломали судьбу. И что нас, вернее, очень интересовало, то, что по итогам вот этих всех оправдательных и громких судебных решений прокуратура не обратилась с извинениями. Мы проанализировали весь сайт областной прокуратуры, все региональные СМИ. И мы не увидели ни одного извинения в адрес тех, чьи судьбы были сломаны. Вот именно после таких обвинительных заключений, которые подписывались областной прокуратурой, я думаю, что они подписывались не без участия, не без согласования с прокурором господином Филипенко. Поэтому мы считаем, что на наш взгляд грубейшим образом нарушены положения ст. 40 в Федеральном законе о прокуратуре Российской Федерации. Это присяга прокурора. У нас отправлено официальное обращение в прокуратуру генеральной. У нас вот отправлено вот такое заявление. Вот в генеральную прокуратуру присвоен номер дела для рассмотрения. Это наше мнение. Это общественное место. А во-вторых, почему? Какого всегда комментируешь? Это общественное место. Все комментарии, которые есть, я руководитель. Мне там делать нечего. Я еще раз... Вот, да, вот мое обращение. А зачем мне? А зачем мне? Я хочу, чтобы они приехали, чтобы они просмотрели, проанализировали по каким причинам. 60 оправдательных решений в судебном порядке было вынесено по уголовным делам. Это сломанные судьбы. Не было ни одного извинения со стороны областной прокуратуры господина Филипенко. А зачем это мне нужно? Я следил за этим. Я очень долго работаю в Саратовской области, уже с 2004 года, во многих регионах. Я участвовал в рассмотрении очень многих здесь проблем в Саратовской области. И поэтому, когда я делаю... А что я там услышал? Зачем? У меня заявление на имя генерального прокурора. Вот с просьбой, за подписью. Все документы я приложил туда. Присвоено туда номер. Зачем? Вот генеральная прокуратура пусть решает. Это наше мнение. С ним можно соглашаться, можно нет. Это ваше право. Мы не утверждаем стопроцентно. Потому что свечку я не держал при принятии и утверждении заключительного, вернее, обвинительного заключения. Я этого не видел. Поэтому мы можем только предполагать. Вот пусть приедет специальная комиссия, проверят, почему 60 практически уголовных дел в результате в суде развалились, в том числе и самых громких. Почему в отношении господина Василиадиса не возбуждают уголовное дело? В отношении Солеевой, Ландо, Сиас-Пригаров, возбуждают на основании одного заявления. Чернова, допустим, вот здесь полностью подробно описывает мебель, это интерьер, это как его, обстановки господина Василиадиса. Но уголовное дело не возбуждают? А зачем? Нет, о чем я буду говорить? Я ничего не буду с ними разговаривать. Есть генеральная прокуратура, есть вертикаль власти. Почему вы в генеральную не хотите изложить эти факты? Потому что я очень много раз обращался и получал отписки. Я не хочу вступать в бессмысленную переписку. И если есть честь мундира, поверьте мне, а не генерал, полковники звания, если есть честь мундира, то они должны, по крайней мере, по каждому уголовному делу, которому вынесено оправдательное решение, они должны были извиниться перед людьми. А некоторые люди даже покинули Саратов, Саратовская область. Некоторые потеряли работу. Я проверил свои слова, что если... Я проанализировал. ...приговор не обжалился, и в адресе человека, которого оправдали, не направлено были изменения. Я публично все не видел. Я не видел на сайте областной прокуратуры. Я не видел ни одного публично. Вы понимаете, это было резонансные дела. У вас есть какой-то, наверное, имиджевая составляющая. Нет имиджевых составляющих. У вас нет имиджевых составляющих. У вас есть имиджевые составляющие. Но вы ошибаетесь, что мы должны эту информацию размещать на сайте. Неужели вы за свой имидж не боретесь? Вы мне скажете, вы неужели за свой имидж не боретесь? Молодцы. Очень хорошо поговорили. У нас на этом все. то я вынужден поехать в другое место. У нас работает волно, поэтому пусть разбираются, пусть рассматривают. И я считаю, что просто даже сказать вам честно, я человек, который тоже много еще пережил в этой жизни, хотя бы чисто элементарное мужское начало должно быть у этих прокурорских работников, которые даже по тем уголовным делам, которые уже оправдательные решения вступили в север. Здравствуйте. Зачем это правда? Здравствуйте. Человек, который отправляется в обращение к генералу? Отправили уже, зарегистрировали. А зачем мне нужен аппарат Саратовской области? Какая и последняя? Да, объединение граждан с стабильностью, я координатор. Действую на основании устава, протокола, всех документов, согласно уже 2005 года. На территории Саратовской области мы 2005 года, я уже многие дела здесь рассматривал, и мы работаем сейчас на территории Приволожского федерального округа, изучаем все процессы, которые происходят с точки зрения защиты прав и законных интересов. Отлично. Молодцы. Что значит отлично? Нет, отлично. Это что, ерничание? Мне не надо ерничать. Нет, я говорю, что молодцы занимаются, а в чем вопрос? Я пытаюсь понять, в чем предмет вашего, так скажем, обжалования? Нет, мой предмет обращения в генеральную прокуратуру заключался в трех моментах. Первое. Вы обратились? Да, там зарегистрировали обращение мое, там уже все, зарегистрировали. Нет, это ваши права абсолютно. Дали номер уже обращению там, да. Я попросил в первую очередь сюда направить комиссию из числа сотрудников Центрального аппарата и Генеральной прокуратуры провести комплексную проверку на предмет того, почему обвинительные заключения даются таким образом, что потом они в суде разваливаются. Пусть дадут независимые оценки, чтобы прекратить этот спор. Второе. Я попросил разобраться, что действительно ли есть грубейшее нарушение положения присяги прокурора. Потому что для меня это важно. Потому что раз люди получают оправдательные решения, то, соответственно, проведена недостаточная работа, осуществлен недолжным образом прокурорский надзор и так далее. Это возможно только по нескольким причинам. Это падение профессионализма. Мы сами прекрасно понимаем, да. Давайте мы с вами как юристы будем говорить. Я тоже заканчиваю Саратовскую академию юридической и имею богатый опыт рассмотрения разных вопросов. Потом присяге прокурора Черным Побернул написано, что надо действовать таким образом, чтобы не причинять боли и не ломать судьбы людей. Сейчас вот эти все оправдательные решения, вы представляете, сколько судеб было сломано. И мы бы, я бы, в частности, допустим, как координатор, имея полные полномочия на основании всех документов, устава, законов, я бы, наверное, не обратился, если бы хоть в одном из СМИ, региональных СМИ, которые я изучаю, поверьте, я трачу два часа на изучение всех событий, связанных с Саратовым. Ну, поверьте, мы тратим не меньше. Я тоже, поверьте, пока я не вмешался, почему-то арбитражный суд в свое время, следственный комитет, вы, прокуратура, утвердили решение по взысканию долга с бюджета города Саратова в пользу ареала и этого перевозчика, и 161 миллион рублей безакцепно взяли. Тогда я лично поехал к Говорухину, в общероссийский народный фронт, провел пресс-конференцию и доказал, что это был незаконный вывод бюджета денег оттуда. Почему-то всем было наплевать в это время. И потом три следующих суда, которые делал господин Мирошин, они все были проиграны там. А следственный комитет возбудил уголовное дело. И сейчас я тоже, я имею свою точку зрения, я ее озвучиваю неправильно, но я, что сказать, признаю профессионализм Генеральной прокуратуры. Я никого сейчас ни в чем не обвиняю, я свечку не держал. Вы обладаете полным правом обозначениям в любую инстанцию, вы его реализуете. Здесь просто мы заметим, что ведутся съемки. Это общественное пространство. Мы реагируем на каждое заявление, мы стараемся не оставлять без внимания ни одно обращение, поэтому мы вышли, сейчас пытаемся у вас... Да, я вот объяснил вам, да? Да, да, да. Я могу показать номер этого зарегистренного обращения Генеральной прокуратуры. Нет, я думаю, что Генеральная прокуратура, она сама, значит, посмотрит и примет решение. Я много раз там был на личном приеме, в Большой Дмитровке, там, особенно по саратовским проблемам очень многие. Я вот, например, вам со своей стороны предлагаю все-таки не проходить мимо нашей инстанции, и аналогичное обращение, я думаю, лишним не будет, если вы подготовите его и в наши органы. Я просто очень много раз, сказать вам, честно, я с 2005 года здесь работаю, да, в Саратовской области. Я работаю в Саратовской, Ульяновской, Самарской, Пензенской области, да. В Саратовской области я очень долго здесь работаю, и работаю, начиная еще, когда Бондар был прокурором Саратовской области, там, да, Григорьев, было тесное взаимосотрудничество с точки зрения решения глобальных там проблем, регионального характера. И, допустим, мной было очень много инициировано, но после того, как здесь поменялось руководство, резко поменялось и качество работы. Вы можете с этим не соглашаться, но это мое мнение, я могу сравнивать. Я могу сравнивать. Я могу сказать то, что вот, видите, мы сейчас даже выходим, приглашаем вас. Я не спорю, я... Обращайтесь, мы также проводим... Давайте сделаем так, так как сейчас у меня еще две встречи, там, да, давайте мы с вами договоримся так. Я здесь, как правило, часто приезжаю, да, очень часто приезжаю. Я в Саратове наблюдаю за всеми процессами, поверьте. Вот, организацию мою с 2005 года, там, кто только и Бондар проверял, и Григорьев, там, я говорю, ради бога, вот могу, да, он даже. Устав отдать, там, протокол отдать, все, все на закон. Генеральной прокуратуре я отдал, не, я даже генеральной прокуратуре все отдал, чтобы не было там никаких... Понимаете, с точки зрения закона, если я сам что-то хочу доказать, там, да, и высказывать претензии, я сам должен быть самим вооружен законодательным. Поэтому у меня сейчас один момент, вот я бы никогда, и моя структура никогда бы не выступила, если бы хотя бы я прочитал в одном из СМИ или на вашем сайте, да, ну, чисто по-мужски, вот, отставим в сторону, если, да, там, юридические тонкости, там, должности, сказали, ну, опубликовали извинения, что вот, да, мы там сломали кому-то судьбу, там, тому же самому Рубинштейну, за судьбой которой я очень долго следил, приезжал, беседовал, вот, и так далее. Ну, взяли бы публично, в СМИ сказали, там, вам бы авторитет был, есть же имиджевая составляющая любой структуры, имиджевая составляющая, для меня, допустим, имидж в первую очередь. Ну, я вам могу сказать то, что согласно главе 18 УПК мы приносим извинения при, когда у нас состоялись реабилитирующие решения, которые вступают в законные силы. Я не отрицаю, но события имели общественный большой резонанс. Я не нашел. Вы имейте в виду то, что это не освещается в СМИ. Вы, ну, опубликовали хотя бы, да, и сказали, и среди людей вот эту всю неразберих, и, понимаете, вот, у меня сложилось мнение какое. Вот Василиадис от дела, да, отказной материал Василиадиса, вот он, у меня на руках, об отказе в возбуждении дела. Благо, этот человек меня не знает, но я зато очень много знаю с 2005 года о его деятельности, да. Вот, та же самая картина, вот, Салеева, Ландо, Краснов, вот сейчас Пригаров, там, не знаю, там, что с ним, кто такой, я просто читаю, там, да. Вот, Чернова пишет заявление, что дала взятку в таком-то кабинете. Здесь на этого Пригаров, я слушаю только это, с точки зрения СМИ, какой-то директор МУПа там этого, и какой-то строитель написал заявление. Нет ни оперативно-розыскных мероприятий, ни доказательства, уголовное дело, что людей лишили должности, зарплаты, арестовали счета. А на этого господина Василиадиса почему-то не возбуждают. Вы готовы, например, вот сейчас у вас две встречи, да, когда вы говорите, у вас две встречи, потом у вас будет время подъехать сюда, та же прокуратура области, и мы с вами уже предметно сядем, вы, если это возможно, возьмете то, что вы отправили в генеральную прокуратуру. А ну вот оно у меня на руках все. Вот то же самое я отправилась. Если это удобно будет, я могу сейчас под видео запись, что я подъеду обращение, донатировать. Вот у меня, вот один к одному. Вот объединение, вот моя подпись стоит, да. Кстати, я сегодня только утром отправил, потому что я знал, что сегодня... Давайте мы возьмем документы и зарегистрируем официально. Ну, у меня нет на ваше имя обращения, когда я напишу, тогда и вы зарегистрируете. Нет. Здесь стоит обращение на генеральную прокуратуру. Мы можем как-то обращение принять, мы опубликовать. Нет, давайте мы сделаем так. Я люблю, когда все, стоит виза, подпись, я всегда ставлю подпись, за него отвечаю. У меня такой принцип. Я вам предложил такой вопрос. Я, 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 давайте мы с вами, я подумаю. Вас, вы начальник управления. Я начальник главы профессионального управления. Ну, давайте так, я подумаю, сейчас езжу, переварю в голове, там, хорошо. А потом мы с вами, если что, связимся. Давайте так посмотрим. Хорошо. Чтобы было среднеарифметический компромиссный вариант. Участники объединения граждан стабильности, высказывают огромное, значит, удовлетворение работы представителей Саратовского областного суда. И воздают должное их высокому профессионализму за то, что они объективно, всесторонне подходят к рассмотрению как уголовных, так и административных дел. Особенно по громким уголовным делам. Я отдаю должное и непосредственно председателю Саратовского областного суда, господину Телегину, за то, что выстроена абсолютно новая, значит, форма работы, вот с доказательной базой. И они практически сделали все для того, чтобы вот эти судьбы почти 60 человек, они были реабилитированы. Они снова получили право на хорошую, нормальную деятельность и нормальную жизнь. Участники объединения граждан стабильность надеются, что и в дальнейшем областной Саратовский суд во главе с Телегиным будут работать так же профессионально и станут на защиту интересов и прав жителей Саратовской области.